Серг Усов. Алерния. Книга вторая. Выбор. Глава первая. Нож просвистел в воздухе и вонзился в самый центр, висевший на дереве доски мишени. От беседки, построенной вчера ее рабом Рудием на заднем дворе особняка, где сидела сейчас Вика, до этой мишени было меньше десяти шагов, так что гордиться подобным броском папа Данка и не думала. Гнеш, Нюра, заканчиваем тренировку. Вика поднялась со скамейки и сама направилась в дом. Гнеш, Викин, двенадцатилетний брат и Нюра, ее четырнадцатилетняя рабыня, тяжело отдуваясь, кинулись собирать сюрикены и метательные ножи с мишеней, развешанных на деревьях фруктового сада. Тяжелое дыхание детей было вызвано вовсе не их слабостью. Без преувеличения уже можно было утверждать, что каждый из них теперь в состоянии легко расправиться с тремя-четырьмя взрослыми крепкими мужиками, что с оружием, что без, а повышенными нагрузками, которые Вика для них организовала, поручив на огромной скорости совершать рывки на короткие дистанции с одновременным поражением, целеиметательным оружием. — Нелла, а сегодня нам уже можно будет выходить в город? — спросил братик. Да. Вика, вырванная из своего родного мира и попавшая в тело Неллы, шестнадцатилетней шлюшки средневекового мира, чье сознание угасло, не выдержав пыток и надругательств, устроенных несчастной высокородными подонками, какое-то время не воспринимала гнеша родственникам. От Неллы ей достались только скудные знания и мрачные воспоминания, не несущие при этом никакой эмоциональной окраски. Но, видимо, и в самом деле мы в ответственности за тех, кого приручили. Вика не могла до конца разобраться в своих чувствах, а психотерапевтов в этом мире не было. Но по факту она стала воспринимать парня уже как своего, а не только Неллиного брата, так же, как и своих рабов Рудия, его жену Желу и дочь Нюру, членами своей семьи. Нет, Вика остановилась на крыльце особняка, одним нельзя, но со мной можно, как примете душ, сходим к дядюшке Ту. За прошедшие с момента дворцового переворота пять дней ситуация во Вьеже не успокоилась. В Южном, Припортовом, Восточном районах до сих пор улицы контролировались бандами мародеров, и появляться там даже днем означало нарваться на крупные неприятности, иногда и вовсе несовместимые с жизнью. Зато в респектабельных районах, вроде Заречного, где находился особняк, купленный Викой и которым руководил ее новообретенный дядя Тугард, один из помощников мэра удалось навести кое-какой порядок. Во всяком случае, днем уже можно было выходить на улицы и посещать рынки, магазины и лавки, кроме торгующих выпечкой, работали пока через раз. Добиться относительного порядка в своих кварталах, а помощниками мэра здесь являлись, по сути, префекты городских округов, Тугарду удалось не столько с помощью вьежских стражников, сколько с помощью отрядов местного ополчения. Наконец-то, выразив криками свой восторг по поводу предстоящего выхода в город, дети побежали в летний душ. Хотя скучать им в эти дни вынужденного затворничества было некогда, но живая детская натура все равно хотела разнообразия впечатлений не только от различных видов тренировок, но и от окружающего пространства. Вика с улыбкой вдогонку наложила на них конструкты малого исцеления и вошла в особняк. «На обед что сготовить?» – жила выглянула из кухни, услышав возвращение хозяйки. «Ох, ты нас всех сделаешь неохватными!» – Вика похлопала себя по животику. «Я еще от завтрака в себя не пришла, а ты уже про обед спрашиваешь. Готовь только на себя, Эрудия, что сама пожелаешь. Я с ребятами поему макров». Жела, которая в свои 32 года выглядела теперь максимум на 25, благодаря магии своей хозяйки, согласно закивала. «Конечно, конечно, надо выразить огромную благодарность господину Тугарду Макру за охрану, которую он организовал в нашем тупичке. «Твой дядя очень заботлив». Ее слуги, как и Гнеш, хорошо знали истинную подоплеку родства Вики и Макров, но отнеслись к этому с пониманием и безо всяких ухмылок. К тому же дядюшка Ту проявлял себя крайне заботливым и внимательным родственником. Используя свое служебное положение, он организовал круглосуточные патрули до тупика, который образовывал особняк его племянницы, проявил, так сказать, заботу. С учетом того, что сзади двора особняка находилась огромная территория оптовых складов тканей, круглосуточно охраняемая крупным отрядом наемников, жители Тупичка, не только Вика со своими домочадцами, но и ее соседи, семья Кайсов и 50-летняя швия Юлимия, могли себя чувствовать в относительной безопасности. Но ухо понятно, все равно надо держать востро. Не та обстановка в городе, чтобы можно было проявлять беспечность. «Обязательно выскажу», — согласилась Вика. «Рудией?» — громко позвала она слугу бывшего приятеля Неллы. Когда-то Нелла и Гнеш считали Рудия раба-половинки, владельца таверны пустой причал, в который они снимали клетушку, чуть ли не стариком. Сейчас же это был крепкий, симпатичный мужчина, выглядевший моложе своих сорока лет. Еще один результат магических возможностей Вики. «Чего кричишь, от дела отвлекаешь?» — раздался его голос в одной из ванных комнат. «Полку крепить уже не нужно». «Нужно, Рудией, как же я без полочки-то?» — Вика заглянула в дверь комнаты, чтобы посмотреть, не напутал ли приятель с высотой расположения ее придумки. «Не, все делает как надо. Золотые руки у ее помощника и друга Рудия, да и характер из того же драгоценного металла. Раньше эти положительные качества уравновешивались его хроническим алкоголизмом, а теперь, благодаря ее магии, он просто идеал приятеля и работника». «Нравится?» — спросил раб. «Дураку полработы не показывают», — пожала плечами Вика. «Вот доделаешь, тогда и оценю». Руди хмыкнул. К весьма порой странным выражениям хозяйки он привык и принялся аккуратно пробойником делать еще одно отверстие в стене под дюбель. Перфораторов в этом мире еще долго не будет. Вот, не повезло ему с попаданкой. Все ее прогрессорство пока мелочевкой не ограничивается. «Собрались в гости?» «Все-то ты слышишь? Да, вернемся вечером. Не смотри так встревоженно. Дядюшка наверняка сопровождение выделит. Хотя, думаю, ты сам давно понимаешь, что я в этом не нуждаюсь». «В осторожности все нуждаются», — возразил Руди. «Ты сильная, но мало ли кто сейчас разбоем в городе занялся и на какую толпу ты можешь нарваться. Так что, Нелла, я тебя очень прошу, не относись легкомысленно ко всему и от помощи Тугарда не отказывайся, а то знаю я тебя. «Огнеши, о нас хотя бы подумай. Что с нами будет, если с тобой что-то случится? Опять к половинке возвращаться? Или твоя тетушка о нас позаботится?» — усмехнулся он. Последние слова Рудия заставили Вику смутиться. Отправляясь спасать своего Виконта во время дворцовой резни, она попросила жену Тугарда позаботиться не только о Гнеше, но и о ее слугах, совершенно позабыв конкретизировать свою просьбу. Тетушка Арана взялась лично опекать Гнеша, а вот Рудия с женой и дочерью определила к своим рабам, здраво рассудив, что ее управляющий сможет за ними присмотреть. «Тот и присмотрел, ага», — нагрузил работой, как и шаков, да еще и подвел к наказанию палками, которые тетушка Арана определила Рудию. «Вот чтобы вы так сильно и не зависели от случайностей, для этого я и определила себе первоочередной задачей снять с вас эти ошейники. Нелла, не нужно, нам у тебя хорошо, да и нереально это, сама знаешь. К тому же, когда у нас теперь герцог-то появится, сама ведь вчера рассказывала, что прежний убит, а наследника провинция не признает ни один владетель, и в городе непонятно еще кто за кого, потому и прошу тебя поберечься, ты хоть и сильная». «Рудий, завязывай меня учить», — фыркнула Вика, «а то сейчас по пальцу себе угодишь, ты просто не представляешь, какая я сильная. А с вами вопрос я точно решу, обещаю. У меня, конечно, очень много планов в голове, но ты и твоя семья в первоочередных задачах. За собой лучше проследи, а то как не оставлю тебя без присмотра, так по морде получаешь». Оставив раба заниматься усовершенствованием ванной комнаты, Вика поднялась к себе переодеться для выхода в город. Так понравившееся ей платье, в котором она ходила на прием в городской ратуше после ее подвигов по спасению Виконта Дебора, с увязавшимися с ним гленцами, включая самого Виконта-наследника, несостоявшегося жениха Урании в Ежской, теперь очень пригодится на половую тряпку. Впрочем, у Вики оставалось еще одно парадно-выходное платье, только похоже, что в обозримом будущем его тоже надевать не придется. Она достала удобные брючные костюмы с тонкой, магически укрепленной кожей, в таких обычно ходили наемницы и женщины-ягеря регулярных полков, и подбитые рудием по ее подсказке сапожки на сплошной подошве. Теперь это ее униформа на ближайшие недели. Что бесскрыто, что вскрытие. Удобно носка и выглядит в ней весьма импозантно, хотя последнее ей и не нужно. И так у Вики все чаще стали закрадываться подозрения, что в той беседе ей не все было сказано, как будто бы на нее еще и баф суккуба навесили. Куда ни пойди, очередной ухажер нарисуется. И ладно бы, а постили с ней мечтал, и это хоть понятно, все мужики-козлы, ну не все, конечно, но многие, так нет ведь, все по-серьезному норовят смотреть. Вика, переодевшись, покрутилась вокруг начищенного бронзового зеркала и нашла себя самой обаятельной и привлекательной. Затем сделала несколько резких, а потом и плавных движений, посчитала костюм довольно удобным. Не ее тренировочный, конечно, но сойдет. «Нелла, мы готовы!» За дверью стоял Гнеш, но не стучался. Теперь он понимал, что сестра знает о любом визитере заранее, да и сам уже вполне сносно овладел обостренным восприятием ассасинов, как и Нюра. Врываться к Вике в комнату Гнеш отучился. Времена, когда он с Неллой даже спал на одном топчине в зимние холода, а остались в прошлом, и поняв часть того, что теперь из себя представляет его сестренка, Гнеш был уверен, то навсегда. «Отлично!» – похвалила брата Вика, открыв ему дверь и осмотрев с ног до головы. «Только чувство меры всегда должно быть. Впрочем, повзрослеешь, думаю, научишься разумной достаточности». «Я уже взрослый!» – набучился Гнеш. «Тогда нафига оружие с собой столько набрал? Дело даже не в том, что мы просто идем в гости, а в том, что это будет тебе мешать, случись какая заваруха. Я понимаю, много не мало, но вот кастет-то тебе сейчас зачем? Уметь им владеть – это одно, а использовать его, имея массу других, более эффективных средств, совсем другое». Вика иногда сама уставала от своих норовоучений, но считала, что они необходимы. Пусть попаданческий бусты явно действовал на ее учеников, они росли в мастерстве и силе, как тот пушкинский сказочный гивидон в бочке, но и обычной педагогикой пренебрегать не следовало. Мальчик, конечно же, проявил смекалку, и если бы не дарованной ей сущностью возможности восприятия, она бы не только кастет-то, запрятанного за брючиной повыше берца, но и прочего арсенала ниндзя у него не заметила. «Пойду выложу», – признал правоту сестры Гнеш. «Иди, а где Нюра? Она тоже сеной королевой воина воснастилась». «Нюра!» – крикнула Вика, обнаружив девочку, которая, услышав разговор хозяйки с братом, затихарилась возле лестницы и грела уши. «Тебя тоже касается. Начинай процесс разоружения. Только самый минимальный комплект оставляйте, а я проверю, насколько у вас чувство меры есть. Да и не грозит нам никаких стычек сегодня». Вика знала, о чем говорила. Все эти дни, прошедшие с их возвращения в особняк от Тугордов, она в скрытии, пусть не подолгу, но часто ходила в разведывательные рейды. Она должна была точно знать, что происходит в городе, чтобы обеспечить безопасность не только себе, но и своим друзьям. Понятно, что одной разведкой и постоянной настороженностью спокойствия не достичь, и первоначальные планы, как взять под контроль государственную власть и уличную под свой личный контроль, у Вики уже начинали складываться. Во многом благодаря вот этим ее вылазкам. Но сначала, как она и сказала Рудию, ей нужно было снять собачий атрибут из шеи своих друзей. Бороться за всеобщее счастье Вика не собиралась, да и вообще теперь считала, что многие недостойны даже небо коптить. Насмотрелась она уже досыта на некоторых местных представителей гомосапиенцев. Но своим близким людям она хотела обеспечить максимально благоприятные условия жизни. «Все, готовы», – доложил Гнеш. «Вот теперь действительно вижу, что готовы». Вика осмотрела своих ассасинов и осталась довольна. Наказав Рудию, и жили никуда со двора не выходить, а обещанную соседке Ретали Кайс помощь в строительстве у нее летнего душа отложить на потом, Вика со своими тайными убийцами направилась к родственникам. Нет, все же ей здорово повезло встретить и оказать неоценимую помощь ту горду макру, не только избавив его самого от болезней глаз, грозившей лишить его очень важного и денежного поста помощника мэра, головы Заречного района, но и исцелив восьмилетнюю Бенту, вернув ей возможность ходить. Теперь преисполненные благодарности и восхищения все члены семьи макров готовы были круглосуточно носить на руках свою обретенную племянницу и двоюродную сестру. Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда являлись не совсем братские чувства со стороны сыновей Тугорда, двадцатилетнего Сона и восемнадцатилетнего Гала, который, кажется, на свою кузину, что называется, запали. Приводить двоюродных братиков в разум Вика собиралась, но как это сделать лучше, пока не определилась. «Нелла, чего это они?» – спросил Гнеш, кивнул на тройку столяров, мимо двора которых они в этот момент проходили, как будто бы они Кракена увидели, чудовище морское. Проученные ею хамоватые придурки стали бояться Вики как огня. Это еще раз подтверждало правило, что вести себя нагло и развязно по отношению к беззащитной девушке, а она такой им и представлялась, пока не отмутузила их чуть ли не до увечий, могут только трусливые душонки. «А я разве не чудовище, Гнеш?» – усмехнулась она. «Самый, что ни на есть, ужасный ужас. Этих козлов, если они еще раз пасти свои откроют, или, не дай единый, прознаю, что они опять к девицам пристают, я изувечу, честное слово». Пока они с братом на коротке переговаривались, тройка приведенных попаданкой в разум брутальных мачо спрятались в столярной мастерской. А ведь так позубоскалить раньше любили, полапать своими блудливыми ручонками, подышать смрадом из своих ртов. «Это плохие господа?» – спросила Нюра. «Какие они тебе, господа!» – Вика потрепала девочку по волосам. «Это твои потенциальные мальчики для битья. Чтобы ты могла такую шваль ставить на место ими заслуженное, я и учу тебя кое-каким умением. И не смотри, что на твоей шейке сейчас ошейник. Поверь, это ненадолго». На выходе из проулка им навстречу попался совместный патруль из стражника и двух местных ополченцев. Проведенная старшим виконтом Даманом Вьежским зачистка, а проще говоря, убийство и казни руководителей городской стражи, посеяла в ее рядах смятение и тревогу. Многие стражники просто объявили об уходе со службы, а большинство поспешило перейти на службу в районные околотки. Тугорд этим воспользовался и серьезно укрепил порядки в заречном районе. «Нелла, привет!» – поздоровался с ней стражник. Никак все же решила выбраться в гости к дяде. Стражник Вики был знаком, так же, как и некоторые иные его коллеги. Любимый дядюшка настоял, чтобы патрули обязательно доходили до ее особняка и интересовались у его племянницы, все ли у нее хорошо и не нужна ли какая-то помощь. «Привет, Феркан!» – Вика вежливо кивнула. «Да вот решила, с такими ребятами на улицах, как ты, можно ходить без опаски, думаю». Польщенный стражник предложил проводить ее с детьми до усадьбы префекта, но Вика отказалась, но поблагодарила очень вежливо. «Они все трое так на вас перелись, что мне показалось, у них вот-вот глаза вылезут», – хихикнула Нюра, когда они отошли от патруля. «Это потому, что я племянница префекта района, помощника мэра», – пояснила ей Вика. Учить свою будущую соратницу не только бою, но и трезвому взгляду на жизнь она считала необходимым. Будь я бедной крестьянкой, то в лучшем случае удостоилась бы шлепка по попе и никаких восторженных взглядов. Весь город стал сейчас одной сплошной площадью справедливости. В том смысле, что казни захваченных разбойников, мародеров и тех, кого приняли за них по ошибке, теперь проходили по всему городу. Судопроизводство сейчас во Вьеже было проще, чем на судах Линча, про которые когда-то Вика читала. И осуществляли здесь его крайне просто – с пойманными преступниками или расправлялись на месте, или передавали патрулям, а те их вешали на весьма быстро возведенных почти на каждом перекрестке виселицах. Вика такие видела впервые. Они походили на лопасти вертолета, только у тех было их четыре, а здесь на каждом столбе по шесть или восемь, три или четыре скрещенных в горизонтальной плоскости бревна. Мало того, что за эти дни коммунальное хозяйство пришло в расстройство, даже общественные уборные перестали убираться, не говоря уж о чистке сточных канав, так еще и смрад разлагающихся трупов к этому городскому средневековому амбре добавился. Двигая ногами быстрее, хватит по сторонам пялиться, скомандовала Вика и сама ускорила шаг. Раба привратника Макров, видимо, за что-то наказали, потому что он был посажен на цепь, словно собака какая-то сельская в ее прошлом мире. Вика как-то читала, что в Древнем Риме все привратники сидели на цепи, но во Вьеже такое практиковалось только за провинности. Наверное, оставил без разрешения свой пост, что в сегодняшних обстоятельствах было сродни измене. Привратник ее узнал и открыл калитку без вопросов. Указание пропускать племянницу хозяев беспрепятственно он получил еще в ее первый визит. «У вас все дома?» – поинтересовалась Вика. Глава вторая В особняке Макров, кроме прислуги, были только хозяйка дома Арана, 39-летняя дородная и красивая Неллина новообретенная тетушка и ее 8-летняя дочь Бента, ставшая из пациентки попаданки ее кузиной. Именно Бента-то и углядела гостей. Причем Вике показалось, что та дежурила у окна. Так быстро после ее прихода она выскочила во двор и повисла у своей исцелительницы на шее. Вариант с тем, что девочка обладает навыком обостренного восприятия, Вика всерьез не рассматривала. «Нелла, а мы вас еще вчера ждали, но когда вы не пришли, то папа сказал, что может и правильно, что решили поостеречься, а мы с мамой никуда почти не выходим. В городе ужас, что творится. Мы с ней дома вдвоем». Продолжая вываливать на Вику свои переживания и скудные новости, девочку мало во что посвящали, Бента весьма дружески поприветствовала своего кузена Гнеша и даже не обратила внимания на Нюру, что в общем-то было понятно. Во дворе их, разумеется, никто не держал. Пока девочка говорила, они подошли к широким каменным, то ли мраморным, то ли гранитным, Вика в этом не разбиралась ступеням парадного входа и поднялись по ним во всадняк. У макров в 15 лигах от Вежа где-то на северо-востоке находилось небольшое имение с парой десятков сервов обоего пола и возраста. Каких-то доходов это хозяйство им не приносило, служа главным образом местом загородного отдыха семьи и поставщиком свежих продуктов к столу. Кроме небольшой ренты с этого имения и жалования Тугорда, тоже весьма скромного, полагающегося помощнику мэра, префекту Заречного района, никаких иных доходов у семьи не было. Кузены Суоны Галл служили в городском ополчении на добровольных началах, чтобы иметь стаж для поступления на государственную или муниципальную службу. Несмотря на такой скромный официальный заработок, особняк Макров бесспорно являлся самым большим и красивым домом в районе Заречья. Для Вики Попаданки из 21-го земного века ничего удивительного в этом не было. В ее родной стране картина рисовалась примерно такая же. Чиновники по достатку не уступали бизнесменам. Как-то на второй или третий день знакомства она подшутила над Тугордом по этому поводу. Дескать, не по зарплате, избушка и расходы семьи. На что дорогой дядюшка также в полушутливой форме пояснил, что это о нем единый так заботится, который хорошо видит, как префект вкалывает с раннего утра до позднего вечера, быстро принимает своевременные решения, касающиеся жизни такого огромного, как Заречный района, и несет за них полную ответственность. Вот, видимо, и решил единый, что несправедливо будет, если за свой каторжный труд и огромную ответственность Тугорд будет иметь доход меньше, чем у убежденного тунеядца и алкоголика Цурушана, живущего по соседству слева от макров, унаследовавшего от родителей долю в одной из морских торговых компаний, или чем у живущего напротив лавочника Эстия, впаривающего клиентам продукцию сомнительного качества. Разумеется, Вика с такой постановкой вопроса не соглашалась, но говорить об этом своему дяде не стало, а уж тем более его стыдить. Из воспоминаний прошлой жизни у нее засела в голове фраза, сказанная одним американским президентом насчет латиноамериканского диктатора, кежется какого-то самосу, что тот хоть и сукин сын, но он наш сукин сын. Вот и попаданка, откровенно говоря, проникнувшись к Тугорду обычной человеческой симпатии, легко закрыла глаза на его мздоимство. Ко всему прочему, Вика не относила себя к борцам за все хорошее против всего плохого, и родом она была из тех мест, где только в прошедшем веке борьба за справедливость дважды разносила страну буквально в пыль. Вике даже как-то попадалось в интернете, что в начале двадцатого века на территории Российской империи проживал каждый восьмой житель Земли, а в начале двадцать первого века в ее стране каждый пятидесятый. Такова была цена за попытки реализовать чьи-то мечтания. Так что ну их нафиг все эти благоглупости, решила попаданка. Ее интересует только благополучие и безопасность себя любимой и людей, которые стали или станут для нее своими. Тугард и его семья так уж получилось для нее свои, а значит, как говорил испанский диктатор Франко, своим все, чужим закон. Да и насмотрелась уже Вика в этом мире такого и таких упырей наблюдала, особенно в последние после дворцового переворота дни, что Тугард Макр при всем своем мздоимстве мог смело претендовать на роль святого. Он ведь и в самом деле очень много работал на благо своего района Ивежа. Даже нынешний относительный правопорядок в Заречном районе, то, что здесь водовозы продолжают доставлять людям воду, то, что работают в пекарне и продуктовые лавки, что расчищают заторы на канализационных канавах, все это во многом заслуга ее дядюшки Ту. «Неллочка, дорогая, наконец-то!» Арана, предупрежденная прислугой, встретила Вику с детьми, едва они вошли в просторный холм. «Надеюсь, вы к нам надолго, ночевать у нас будете, ваши с Гнешем комнаты готовы, ждут вас!» Обращение Неллочка Вику коробила, но виду она пока не подавала, решив, что намекнет тетушке на это чуть позже, при удобном случае. «Здравствуй, тетя!» Вика расцеловалась в щеки с Араной. «А где мой любимый дядя и кузены?» Ответ на свой вопрос Вика знала уже от Бенты, но спросить требовала элементарная вежливость. Отпустив детей бегать и играть во дворе, Арана с Викой пошли в гостиную, где им перед обедом сервировали чайный столик. «Плохо все, Неллочка, очень тревожно. Муж мне всего не рассказывает, но я же вижу, как сильно он расстроен». Тетя, отпустив служанку, сама налила Вике чай и подвинула к ней вазочку с вываренными в меду орехами. «Расспрашивать его бесполезно о чем-то. Если захочет, сам все расскажет». «Не переживай, тетя!» Вика взяла горячую чашку и подула на нее, чтобы быстрее остыла. Бардак этот ведь не может длиться вечно. Может, скоро закончится. Хорошо бы, может и наш добрый герцог Виттер еще жив. Мне соседка Крандия, у нее муж-командир абордажной команды, говорила, что в порту среди капитанов судов ходят упорные слухи, что гленцы нашего герцога не убили, а только ранили. Поэтому-то большинство капитанов и владельцев морских торговых компаний не спешат признавать старшего виконта дамана герцогом. Ты ведь слышала, что в порту абордажные команды оцепили оба района при гавани и никого туда из дворца не пускают? Да, подтвердила Вика, слышала. На самом деле она не только там все слышала, но и видела своими глазами, как посланных к порту кавалеристов дамана чуть не убили. Естественно, наблюдала Вика это все, находясь в скрытии. Думают, что герцог жив, никакие гленцы его не убивали, держит его даман где-то в подземной тюрьме дворца или еще где-то там же. Мало ли в нем тайных комнат и апартаментов. Владители говорят, ни один старшего виконта пока не признал. Если это правда, что гленские твари не убивали или не смогли убить славного Виттера, то, может, даман одумается? Если нет, я даже не знаю, что нас ждет. Гленцы ведь не простят датору попытку убийства их наследника, а у нас ни владетели, ни моряки не хотят признавать нового герцога. Начнут воевать? Арана, в которой уже раз тяжело вздохнула. Да тут еще эти перемены в дворцовом секретариате. А ты что орешки не кушаешь, Неллочка? Кушай, очень сладенькие. Спасибо, тетя. Вика взяла орешек и почувствовала, как пальцы стали липкими, и теперь поняла предназначение небольшой плоской посудины с водой. Правда, очень вкусно. Арана была и права, и не права в своих предположениях. В отличие от нее, Вика знала совершенно точно, что герцог Виттер мертв, но гленцы действительно не имели к его убийству никакого отношения. Тетушке, как и остальным въездцам, очень трудно было поверить в то, что Датар, любимчик горожан и солдат кавалерийских полков, чьим шефом и командующим он являлся, мог поднять руку на своего отца. Но Вика не только в районах возле гавани побывала, но и во дворце прошлась и огляделась. Под защитой заклинания скрыт, она стояла всего в паре шагов от Дамана, искренне рыдающего над телом своего отца убитого по его же прязу. Старший Виконт плакал и просил прощения за то, что был вынужден так поступить ради спасения герцогства и своей сестры Урании. Понять и простить своего сына Виттер, естественно, уже не мог, а вот наблюдавши эту трогательную сцену Вика, мотивации Дамана не поверила ни на грош. Власти он хотел, вот и все, а остальное – балабульство сплошное. «Да, единый, чтобы герцог и в самом деле оказался жив, а его сын проявил благоразумие», сказала Вика, «а младшего-то точно грохнули?» «Как ты говоришь?» – удивилась Арана, и Вика прикусила себе язык. «Да, конечно, точно убили. Его же тело Гленцы из окна выкинули в тот страшный день. Ну, когда мы с тобой на торжественном приеме были? Ах, какое у тебя замечательное платье было! А как ты в нем смотрелась, Нелочка!» Вика укоризненно взглянула на Арану. Нехорошо вот так вот на живую Арану соль сыпать. Тетушка-женщина умная, ее взгляд расшифровала правильно и сменила тему на любимую, пожалуй, всеми кумушками любых миров, магических и немагических, средневековых или продвинутых, на быт и нравы соседей. На обед к очередному разочарованию Араны, да и Вики тоже Тугард не явился. Прислал мальчишку с известием, что перекусит на службе. Дел очень много. Зато явились своны Гал, обрадовавшиеся присутствию красавицы-кузины, словно медовому прянику. Оба были уставшими, но в боевом расположении духа и за столом много и не смешно шутили, стараясь произвести впечатление на Вику, но увидев, что та их потуги игнорирует, сдулись и отдались чревоугодию. Благо готовили в доме макров просто восхитительно. Пока абордажники по приказу капитанов, кораблей и судовладельцев не пускают людей старшего виконта Дамана в припортовый и портовый районы, там сейчас настоящая резня идет. Двадцатилетний свон на правах старшего из братьев ответил на вопрос матери, заданный им обоим. Передел между бандами начался. Капитан нас туда не посылает, бесполезно. Да и опасно, смущенно признался он. Банды все пополняются и разрастаются за счет всего отребья, а скопилось там бездельников просто море. Мальчики мои, может мне поговорить с отцом? Пусть вас пока на отдых отпустят деньков на десять или хотя бы на неделю. За это время, глядишь, и все уладится. К чести обретенных Викой в этом мире кузенов, предложение матери их обидело и возмутило. Вика и сама от себя не ожидала того, с каким удовольствием она вертела головой за столом, слушая спор Араны со Своном и Галом. Ребята даже забыли про интерес к своей кузине. На время. А Гниш с Бентой постарались улизнуть с обеда пораньше. Когда сыновья отправились в свой отряд и Арана распорядилась убирать со стола, Вика сообщила ей, что собирается наведаться к дяде на службу. Из окна кабинета тетушки на втором этаже было видно, что на улице сейчас прекрасная погода и месить грязь с дерьмом не придется. «Подожди до вечера, Неллочка», предложила Арана. «Ночевать-то он придет, вот на ужине с ним и переговоришь. Переночевать вам все же лучше у нас, да и сейчас идти по городу не стоит. Такая молодая девушка в одиночку». «Тетушка, я не хочу зря время терять», улыбнулась Вика, «и ночевать по этой же причине не останемся. У меня есть домашние дела. А за меня не волнуйся, я в состоянии за себя постоять. Меня учили в детстве. Присмотри, пожалуйста, и за Нюрой, только не так, как в прошлый раз за моим Рудием, ладно?» Осведомленная уже от Тугорда о намерении Нелочки предоставить семье Рудия вольную, Арана сокрушенно покачала головой. «Конечно, я присмотрю и за Гнешиком, и за Нюрой, но поверь моему опыту, зря ты это затеяла. Им с такой хозяйкой сейчас хорошо, ты о них заботишься, кормишь, поешь, одеваешь, обуваешь, даешь кровь над головой, видно, редко наказываешь, а предоставишь их самим себе, что они делать будут? Редко но случилось, когда рабов освобождали, и неизвестны случаи, когда это заканчивалось бы хорошо в первую очередь для них самих. Многие свободные из районов черни завидуют твоему Рудию и с удовольствием бы оказались на его месте. Это всяко лучше, чем помирать от голода, холода и болезней. Тетушка, извини, но я уже все решила. Вика обняла Арану и направилась к двери из кабинета. Объяснять ей, что она вовсе не собирается своим освобожденным людям дать коленкой под зад и отправить в свободное плавание она не стала. Лишняя информация. Пришлось бы тогда по новой объяснять тетушке, зачем она тогда вообще с этим связывается, если не хочет расставаться с Рудием и его семьей. Многое из того, что очевидно попаданки уроженки этого мира просто недоступно для понимания. Подожди, Неллочка, окликнула ее Арана, вот возьми. Она протянула ей металлическую пластинку, меньше объясняться с патрулями будешь. На небольшом с ладонь прямоугольничке, как и на том пропуске на торжественный прием в ратуше, был отчеканен герб Вьежа, зомби душит ощипанного петуха. Первый герцог Вьежский схватил и убил гигантского орла, который когда-то в незапамятные времена повадился воровать людей и крупный рогатый скот, пока не закончил свою жизнь в крепких руках первого герцога. Правда, приглашение на прием было отчеканено на бронзовом куске металла, а этот пропуск на обычном железном. Спасибо, тетя. Да не за что, Неллочка, вздохнула Арана и немного скептически посмотрела на клинок на поясе Вики. Жаль, что мальчики не могли проводить тебя до ратуши, им в другую сторону. Ерунда, сама дойду. Легкомысленно отмахнулась попаданка. Насчет бутафорности клинка госпожа Маккер была полностью права. Чтобы постоять за себя, Вике он совсем не нужен, но для закрепления образа молодой наемницы вполне годился, да и применить его попаданка при необходимости могла так эффективно, как никто в этом мире не смог бы. Сущность обеспечила ее и таким умением. Вика, оценив свои возможности, пришла к выводу, что навыки махания мечом ей вряд ли пригодятся, у нее и без того была масса более эффективных и убойных аргументов, но вот обучить того же Рудия, передав ему эту часть своих знаний, будет не лишним, так что спасибо сущности и за умение мечника или мечницы. Нелла, можно нам с тобой? Голос Гнеша застал ее уже возле бедолаги, посаженного ораной на цепь. Вика теперь причину знала, за то, что вместо службы искал себе любовного утешения в объятиях посудомойки. И бенту возьмем. Обрыбитесь, твердо на хмуре в брови отказала Вика. Играйте тут пока. Вьешь сильно изменился. Понятно, что не архитектурой и не декорациями, а настроениями людей и состоянием улиц. Практически исчезли улыбки, во взглядах сквозила подозрительность, а в движениях какая-то нервозность. Изменилось и отношение патрулей к прохожим. Если раньше они выискивали глазами обеспеченных горожан, которые по причине опьянения или дурного характера нарушали общественный порядок, с таких можно было получить им мзду за недоставку в околоток, то сейчас стражники и ополченцы несли службу, что называется, без дураков, выискивая и высматривая среди снующих мимо них прохожих асоциальные элементы потенциальных воровых грабителей. Так что до самого нового моста через вену пропуск, который Вике дала рано не пригодился. Стражи порядка, если и смотрели на молоденькую наемницу, то лишь для того, чтобы мысленно облапать аппетитные места, но не приставали. В воздухе витало напряжение и было не до флирта. На мосту Вика немного задержалась. Ей нравился открывавшийся с него вид на вену и видневшееся вдали место ее впадения в Валернийский океан. Несмотря на то, что в реку стекала городская канализация и в нее же сбрасывали мусор, дышалось здесь на мосту гораздо лучше, чем на улицах и площадях города. Причиной тому постоянные ветра, продувавшие вдоль вены все мерзкие запахи. Если ветер дул сверху вев реки, то он приносил запах гор лесов, раскинувшихся на востоке от вежа, если со стороны океана, то запах соленой воды и морской свежести. Красиво? Отвлек ее от любования рекой молодой, но явно бедный дворянин. Я тоже первый раз во веже. Чудик. Младший баронет Чудик Лаглас. Вика едва сдержалась, чтобы не рассмеяться при звуке такого имени. Это было бы обидно для дворянчика. Нелла, меня зовут Нелла, и я очень тороплюсь. Отделаться от приехавшего в столицу провинциала удалось довольно быстро. Младший баронет значит ненаследный, значит стесненный в средствах, значит ищущий недорогих удовольствий. Вика ему очень понравилось, это было видно, но пригласить ее в корону, самый дорогой трактир белого района, он не захотел, а точнее не мог себе позволить. Пробормотав извинения и пообещав, что как только так сразу пригласит, а сейчас он тоже вдруг вспомнил, что у него есть срочное дело, покраснивший от смущения младший баронет Чудик, как его там отстал. Но для Вики день встречи еще на этом не завершился. Когда она вышла на площадь справедливости, едва не задохнувшись от смрада идущего из подвешенных на перекладинах клеток, в которых умирали от боли, голода и жажды, с перебитыми конечностями пойманные грабители и мародеры, то увидела, как от ратуши в компании своих прихребателей движется Оззи, мерзкий сынок, глава местечковой городской золотой молодежи. У Вики была масса способов избежать встречи, начиная с использования скрыта или навыков ассасинов и заканчивая банальным разворотом в обратную сторону, пока этот придурок еще ее не заметил. Но она решила, что скрываться от таких гнилушек недостойно попаданки в великой боевой могине, великого воина и целительницы и все в одном, как говорится. «Ух ты!» разулыбался Ози, видимо, уже позабыл свой позор на торжественном приеме в ратуши, который Вика ему организовала. «Вот это ты вырядилась!» приветствовал он ее. «Как эту девку зовут, не помните?» спросил он у своих резоблюдов. «Нелла», ответил ему один из них, невысокий крепыш из-за бульдожьей челюстью. «Это сестра с воной Галла, племянница». «Ха!» «Вспомнил!» изобразил мерзкий сынок узнавания. «Пошла своего дядюшку пожалеть?» «Ну-ну, ему теперь никакое сочувствие не поможет, разве что мне поговорить с отцом, но это тут ты понимать должна». Он попытался преградить Вике дорогу, но почему-то споткнулся обо что-то под ногами, на площади было довольно много мусора и полетел мордой на брусчатку, да по такой траектории, что никто из-под Халимов не успел его придержать. Гадство! «Ничему жизнь дураков не учит?» подумала Вика. «Интересно, что там за неприятности у дяди Тугорда?»